Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает встреча с Александром Непомнящим в его программе Открытый диалог. Александр, добрый день, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте, Анатолий. Итак, Александр, ну мы все знаем о том, что сегодня заходит праздник Суккот и с огромным удовольствием бы хотелось услышать, как это все происходит сегодня в Израиле при той ситуации, которая существует. Пожалуйста, расскажите нам. Спасибо большое. Действительно, да, сегодня начинается праздник Суккот в Израиле и, соответственно, через несколько часов начнется он и в Америке. И я хотел бы рассказать о том, что происходит у нас сегодня. Но прежде всего я бы хотел пожелать скорейшего выздоровления президенту Трампу и его жене. На самом деле, конечно, я желаю выздоровления от ковидиана, от этого ужасного китайского вируса всем заболевшим. Но мы все хорошо понимаем, как важно сегодня, как много в мире всего зависит от того, чтобы ваш замечательный, великий президент Трамп чувствовал себя хорошо, был полон сил, энергии и победил на ближайших выборах. Поэтому God bless their family. Ну, а теперь действительно я хочу рассказать немножко о празднике Суккот. Собственно, одной из особенностей наступившего сегодня в Израиле замечательного праздника Суккот является такое благословение, так называемое благословение четырьмя видами, собранными вместе четырьмя видами растений, символизирующими всем новообразие человеческой сущности. Вот, например, люди законопослушные и добродетельные, они уподобляются и трогу. Вот такой вот, похоже немножко на лимон плод, у него есть и вкус, и запах, и законопослушные, и добродетельные. А люди законопослушные, но недобродетельные, они уподобляются финику, который представлен в этом букете закрытым листом финиковой пальмы. У финика, как известно, есть вкус, но запаха нет. Люди, которые незаконопослушные, но добродетельные, как мир, у которого есть чудесный запах, но вкуса нет. И, наконец, четвёртая часть общества — люди незаконопослушные и совершенно недобродетельные. И они представлены в этом букете ивой, у которой нет ни вкуса, ни запаха. Благословение, которое совершается вместе с собранными этими растениями, символизирует единство общества. И, что более важно, учит нас, подчёркивает необходимости и тому, что у каждой из этих частей есть своё место. Оно необходимо, и оно на своём месте. Да-да, даже незаконопослушные и недобродетельные люди тоже нужны обществу для нормального функционирования и гармоничного развития. Так получается. И действительно, современные исследования некоторые показывают, что общество работает лучше, когда, например, в каком-то коллективе есть не только трудоголики, а, наоборот, лентяи. И в букете этом тоже без какой-то из частей весь ритуальный букет станет просто никчёмным пучком ветра. А общество, соответственно, утрачивает жизненную силу и способность к изменению. И сейчас в Израиле действительно мы как никогда наблюдаем все эти сущности проявлений. С одной стороны, у нас есть, например, министр и военные врачи, которые героически защищают и спасают наш народ от этой вот ужасной напасти китайского вируса. А с другой стороны, есть совершенно безответственные демонстранты, которые бьются сейчас за право разносить заразу беспрепятственно. То есть правительство пытается ограничить демонстрации во время коронавируса, во время карантина практически в Израиле. Они выходят на демонстрацию против таких ограничений. И тем не менее все они, и те, кто спасаются, но и те, кто пытаются заразить как можно больше людей, исходя из этих глупых построений, они все необходимы. И суть в том, что это очень важно. Все они необходимы, но в строгом количестве и в правильном сочетании. Поэтому, конечно же, правительство, военные и врачи должны лечить и спасать. Ну а бесшабашные и безответственные демонстранты, их не должно быть много, и, конечно, власти подпускать их ни в коем случае нельзя. Ну и еще один есть момент. Праздник Суккот важно принимать в своей куще, то есть вот в этом временном домике, который строит евреи на семь дней праздника, гостей. Но на этот раз из-за карантина китайский вирус нас этой возможности лишил. Нельзя принимать гостей в Сукке, в своей куще. И поэтому единственными, кто станут нашими гостями на этот раз, будут так называемые ушпизин. Это такие волшебные гости, которые традиционно приходят в каждую Суку, придумали их цфатские мистики-глобалисты в XVI веке. Приход этих гостей не зрим. Это наши основатели. Это Авраам, Ицхак, Яков, Моисей, царь Давид. Они не зримо приходят в каждую Суку, но наделяют и наполняют особыми качествами нас, сидящих в своих шалашах. Поэтому хочется пожелать всем празднующим праздник Суккот и в Израиле, и в США, чтобы на этот раз ушпизин пришли действительно в каждую кущу, в каждую Суку, даже к самым незаконопослушным и недобродетельным среди нас, тем, кто сейчас вместо празднования продолжает комлать на улицах, размахивая чёрными гоблинскими стягами и требовать отменить в Израиле нашу демократию, заменить её диктатурой ловких манипуляторов, или у вас, США, призывающих на царствие Байдена и желающих ужасных вещей травм. Пусть ушпизина дарит нас здравомыслием, терпением, силой и оптимизмом, которые нам так нужны сейчас в эти сложные дни. Ну вот, на самом деле, это тоже всё, что я хотел сказать про наш праздник, наступивший сегодня. Дай Бог, дай Бог. Если позволите, я бы хотел немножко коснуться тех дебатов, которые успели состояться. Мы понимаем, что если бы они произошли бы на неделю позже, то уже ничего бы не было, да, уже не было бы этих дебатов. Но, тем не менее, дебаты состоялись. Если позволить, я хотел бы немножко о них сказать. Я с удовольствием, и так же, как наши радиослушатели, послушаю ваше мнение, потому что вы, как человек, который действительно за всем этим наблюдаете, причём наблюдаете с огромным интересом и пониманием, конечно же, мы с удовольствием послушаем ваше мнение. Прошу вас. Спасибо. Ну, скажем так, развитие событий на недавних президентских дебатах, оно было до более предсказуемым. Ведущий Крис Уоллес даже не пытался скрыть того, на чьей он играет в стороне. Он отметил, что президент Дональд Трамп неоднократно требовал от своего оппонента, кандидата от Демпартии и бывшего вице-президента Джо Байдена, осудить Антифа, радикальную левую группировку, стоящую за большей части продолжающихся сейчас подрома в городах Америки. Но при этом Уоллес умолчал о том, что Байден отказался осудить Антифа, а вместо этого сделал как бы сам в защиту Байдена такое абсурдное заявление, будто бы Антифа вообще не группа, а просто идея. А затем Уоллес потребовала Трампа осудить белых сторонников расового превосходства и вот эти группы милиции, ополченцев, и сказать им прекратить наращивать насилие в городах. Конечно, я готов это сделать, ответил Трамп, мы это все видели. А затем добавил, почти все, что я видел, пришло слева, а не справа. И, разумеется, Трамп был прав, потому что беспорядки и грабежи, и поджоги, и нападения на полицию, и владельцев бизнеса, и граждан, сидящих в своих домах, от Лос-Анджелеса до Киноша и Вашингтона в округе Колумбия. Они ведь все стали результатом акции Антифы, Бейлем и прочих, связанных с ними, левых группировок. И затем, возвращаясь к вопросу Уоллеса, Трамп добавил, я готов сделать все, я хочу, чтобы наступил мир. Но это Уоллеса не удовлетворило, или, точнее, не удовлетворило всю эту команду, поступающую в одном тандеме, Уоллеса и Байдена. Эти двое вновь потребовали от Трампа осуждения. Тогда Трамп спросил их, кого конкретно вы хотите, чтобы я осудил? И Уоллес ответил, белых сторонников расового превосходства и ополченцев. А Байден, который, видимо, не хотел, чтобы прозвучало осуждение левых террористов, применящих в центре американских городов, он сказал, гордых парней. И, отвечая на эту коллективную просьбу, Трамп сказал, гордые парни, отступите и постойте в стороне. Да? Stand back and stand back. После чего все прогрессистские СМИ, еврейские прогрессистские активисты, заликовали, забили в ладоши. Вот оно, окончательное доказательство того, что Трамп — сторонник белого превосходства. И все они, The Washington Post, и New York Times, и телевизионные комментаторы, все в один голос стали утверждать. Мол, использовав слово «отступите» вместо «прекратите», как сказал Уоллес, Трамп якому подал знак своей нацистской гвардии, чтобы она выплеснулась на улице. И Совет еврейских демократов Америки, который только-только недавно запустил рекламную кампанию, сравнивающую Трампа с Гитлером, это на самом деле ужасно совершенно. В Израиле за такие вещи сразу растрязали, потому что нельзя никого сравнивать с Гитлером, нельзя ничего приравнивать к нацизму и катастрофе. Но еврейские демократы, в Америке им закон не писан, они создали такую рекламную кампанию, сравнивающую Трампа с Гитлером, и воспользовались тут его оплошностью, утверждая, будто она стала доказательством их правоты. И Трамп мог представлять собой серьезнейшую опасность для американских евреев. Это до нас тоже докатывается. Они пока свои статьи присылают, мы читаем их, о том, что евреи бегут из Америки, ожидая прихода Трампа. Нет, не прихода Трампа, а именно наоборот, прихода BLM и Антифы к власти. Вот чего боятся нормальные люди. Но никто из этих возбужденных комментаторов, конечно, не вспомнил о том, что в этом разговоре Трамп дважды осудил сторонников белого супремасизма, превосходство белой расы. А Байден так и не усудил левых погромщиков, которые, помимо поджогов магазинов, на самом деле успели с весны разгромить уже несколько синагогов, и при этом еще отвергают право евреев на собственное государство. Кто тут вообще антисемит? На самом деле, еврейские прогрессисты и демократы, они принялись разыгрывать эту карту антисемитизма Трампа сразу же после выборов 2016 года. В 2016 году Трампа попросили отмежеваться от поддержки полученной от Дэвида Дьюка, бывшего главаря Кукулсклана, и Трамп это сделал неоднократно. А потом было известно интервью Джейку Тейперу из CNN, которая проходила по спутниковой связи, и Трамп, видимо, плохо расслышал вопросы и ответил как-то не слишком уверенно. И вуаля! Таппер и все левые еврейские активисты и демократическая партия немедленно использовали этот его как бы невнятный ответ как доказательство того, что Трамп является тайным членом Кукулсклана. И тот факт, что он осудил Дьюка в день до интервью репортеру CNN и затем осудил его снова после интервью с этим Тейпером. Несколько раз в последующие дни, в недели, месяцы и годы уже не имел ни малейшего значения. То же самое случилось и после беспорядков Шарлотт с Вилли в августе 2017 года, в ходе которых головорезы из Антипы столкнулись с неонацистами. Одни уроды левые, другие левые уроды. Трамп провел три пресс-конференции, на которых осудил неонацист. В третьем пресс-конференции он попытался отделить погромщиков из Антипы и неонацистов от демонстрантов, как слева, так и справа, которые приехали в Шарлотт с Вилли, чтобы поддержать или наоборот выступить против решения городского совета Шарлотт с Вилли, снести статую генерала конфедерации Роберта Эли из общественного парка. Я вам скажу так. Я всегда думал о том, что вот великая американская нация, она, у нее была гражданская война, но после войны сохранились статуи и тем, и другим. И в этом величие нации. Всегда думал, вот же здорово, молодцы какие-то. И когда это стало рушиться, мне было ужасно грустно и обидно. Но я могу понять, что среди тех, кто был за и против сноса этой статуи, были не только хулиганы, молодчики, погромщики, неонацисты, антифа. Там были просто люди, которые, в общем, не собирались бить другую морду. И поэтому, осуждая неонацистов, анархистов Трамп отметил, что с обеих сторон были также и вполне приличные люди. Он, опять же, был абсолютно прав. Но за это замечание, которое, по сути, было не более, чем констатацией факта, еврейские прогрессисты и демократы, и СМИ, и Джо Байден, разумеется, продолжают клеветать на Трампа, обвиняя его в расизме и антисенитизме. При этом обвинение Трампа левыми в том, что тот будто бы является антисенитом, происходит в то самое время, когда неприкрытая враждебность демократической партии к Израилю и его сторонникам в Америке с каждым днём становится всё более явным и очевидным. Левые антисениты буквально подмяли под себя в последние годы демпартию и массы сторонников-прегрессистов. Они запугали произраильских настроенных демократов и заставили тех молчать об Израиле. По сути дела, откровенная ненависть к Израилю стала преимуществом на внутрепартийных выборах кандидатов в Конгресс. Мы это видели. Нынешнее предательство Израиля американскими левыми достигло поистине ошеломительных масштабов. Так на днях случился очень, на мой взгляд, забавный казус. На самом деле он совсем не забавный, он очень печальный. Представляющий один партию в Нижней Палате Конгресса Александра Акасио-Кортес, она отменила свое участие в мемориальном мероприятии радикально левого движения «Мир сегодня», которое было посвящено 25-й годовщине убийства премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. Ее шаг наглядно продемонстрировал то, что до сегодняшних прогрессистов неприемлем даже Рабин. Рабин, ловыриат Нобелевской премии мира, убитый за свои усилия по умиротворению ООП. Но он для американских левых больше уже нелегитимен. Он слишком сионист. Он ведь не выступал против права евреев на собственное государство, а это для них уже теперь принципиально. Только те евреи, кто недвусмысленно готов отвергнуть право евреев на собственное государство, право Израиля на существование, только они могут быть приняты сейчас передовым отрядом нынешней демпартии. И это повторю еще раз, потому что это очень и очень важно. Евреи, которые слушают сейчас в Американец, и которые пойдут голосовать в Леве. Поймите еще раз, для демпартии, для ее передового отряда, для Акассии Кортеса, для всей этой банды, которая вместе с ней, те евреи, даже Ицхак Рабин, левый-левый Ицхак Рабин, которые не отрицали право Израиля на существование, не являются больше легитимными. И Акассия Кортес отказывается быть на церемонии радикально левой организации Шалом Ахша, мир сегодня, чтобы почтить память убитого 25 лет назад Рабину, потому что Рабин для нее слишком серьезный. Поэтому, если говорить попросту, истеричное обвинение Трампа в том, что тот якобы любит нацистов, которые излучают со стороны американских левых, фактически сделавших антисемитизм частью своей платформы, является не более, чем попыткой перевода стрелок с больной головы на здоровую. И этот трюк они обыгрывают постоянно, он отнюдь не ног. Начиная с 2016 года, демократы неоднократно проецировали все свои предубеждения и злонамеренные действия и планы на Трампа и республиканцев. Вот, например, рассмотрим историю про сговор с Россией. Во время дебата Байден обвинил Трампа в том, что тот не больше, не меньше, как путинский пудель. Но всего за несколько часов до этого директор национальной разведки США Джон Ретли направил письмо в судебный кабинет Сената. Что оттуда следует? Оттуда следует, что в июле 2016 года американские спецслужбы заполучили анализ, проведенный российскими разведчиками, полагавшими, что когдашний кандидат в президент от демократов Хиллари Клинтон планирует разжечь скандал против Трампа, пытаясь связать Трампа с Путиным. Именно компания Клинтон оплатила печально известное досье Стива, в котором утверждалось, что между Трампом и Кремлем существуют коррумпированные связи. Этот клеветнический документ составил бывший британский шпион Кристофер Стив. Но на прошлой неделе что стало известно? Стивом на основании данных, полученных из источника, которого ФБР расследовало по подозрению в спионаже на Россию. Снова. Был какой-то российский шпион, и ФБР его пыталась прижучить. Он стал источником для Стива, и Стив на базе этого источника составил вот этот клеветнический документ о якобы существовавших связях Трампа и Кремля. То есть, другими словами, сговор с Кремлем, в котором Клинтон, а затем ФБР, ЦРУ, демократическая партия, СМИ, специальный прокурор, кстати, Мюллер, обвиняли Трампа, на самом деле, был сговором против Трампа, осуществленным Клинтон и ее компанией при активном содействии ЦРУ, ФБР, СМИ, демократической партии. Обвиняя Трампа, они, по сути, просто описывали свои собственные действия. Аналогичный перенос демократами собственных подлостей на республикации продолжается и сегодня. И нынешняя их компания тоже построена вокруг очередной такой попытки перевести стрелки. В начале августа высокопоставленные представители демократов провели серию симуляций выборов. Во всех этих сценариях единственным исходом выборов, которые демократы оказались готовы принять, стала явная победа Байдена. Все остальные результаты, включая повторение результата выборов 2016 года, когда кандидаты от демократов получили больше голосов, но Трамп победил в коллегии выборщиков. Все такие сценарии были отвергнуты как активистами демократов, так и их политическими лидерами. Байден в этой самой ситуации, как бы в симуляции выборов, отказался уступать гонку. Губернаторы и демократы пообещали отклонить вердикт своих избирателей и направить в коллегию выборщиков сторонников Байдена, то есть в нарушение как бы сложившихся норм. Три управляемых демократами штатов объявили о выходе из состава Соединенных Штатов Америки. Это все в рамках этих симуляций. Демократические активисты начали беспорядки по всей стране. В одном из сценарий Пентагон вообще направляет войска в Белый дом, чтобы выцарапать и сгнать оттуда Трампа силой. Примечательным аспектом всех этих сценариев, которые они прогоняли, стало то, что в общем мы с ними уже в прошлом сталкивались. За исключением выхода отдельных штатов из состава США, практически все остальное после проигрыша Клинта четыре года назад уже происходило. Демократы отказались признать результаты выборов, взбунтовались и начали протестовать. Демократы в Конгрессе объявили Трампу и Пинчна просто вот без всякого основания, на пустом месте, ни за что. И на протяжении всех четырех лет демократы буквально на всех уровнях именуют себя сопротивлением, но не оппозицией. Почему сопротивлением? Потому что они отвергают саму легитимность президентства Трампа. Вскоре после проведения симуляций Клинтон выступил и посоветовал Байдену не уступать в гонке. Группа бывших генералов-демократов направила письмо с предупреждением Объединенному комитету начальников штабов, отметив, что те обязаны соблюдать Конституцию. То есть, если переначать это заявление, как бы они обязаны обеспечить выполнение результатов выборов. Это само собой, это понятно, но они как бы намекают, что бы ни было, Трампа вы должны убрать даже силы. Все эти действия указывают на один очень серьезный момент. Снова, точно так же, как и в 2016 году, если Трамп победит на выборах, демократы опять окажутся признать эти результаты. Их активисты начнут бунт, а их руководство замышляет заговор с целью отмены результата выборов. При этом они ожидают, что армия физически отстранит Трампа от должности. Вдумайтесь, мы говорим не про Зимбабве, не про Венесуэлу, мы говорим про США. Они проиграют выборы и надеются, что с помощью заговора, с помощью армии они переиграют эту ситуацию. Есть еще вопрос, конечно, о голосовании по почте. В апреле бывший президент Барак Обама опубликовал серию твитов, которые пропагандировали голосование по почте. Во многом, из-за вмешательства Обамы, голосование по почте старало на этот раз предпочтительным выбором для демократов. Ожидается, что почти 40% голосов будет отправлено по почте. Это рекорд всех времен и это колоссальная проблема. Как сообщил New York Times Томас Эдселл, за последние два года в среднем 6,5% бюллетеней, присланных по почте, были признаны недействительными везде, где они использовались. А ранее на этой неделе 100 тысяч бюллетеней, отправленных избирателем в Нью-Йорк, были признаны недействительными. Некачественные бюллетени — только одна сторона проблемы. Существует также, конечно, подтасовка голосов. Избирательные бюллетени, посылаемые по почте, оставляют огромный простор для подделки избирателей, сбора бюллетеней с последующей незаконной утилизацией. За последние две недели, когда количество бюллетеней, отправляемых по почте, резко возросло, появились сообщения о том, что почтовые работники выкидывают бюллетени. На этой неделе организация Project Veritas, занимающаяся журналистскими расследованиями, и разоблачила масштабную схему махинаций с бюллетенями, которые кто у нас существил? Сомалейская община в Миннесоте, сторонники Ильхана Март. Ну кто же, кто же еще этим будет заниматься? И это подводит нас к переносу демократами собственных преступных намерений на республиканцы. После слушаний по делу об импичменте в январе прошлого года, конгрессмены, демократы и влиятельные СМИ стали твердить о том, что Трамп откажется признать результаты выборов, если проиграет. Подобно тому, как Трамп неоднократно спрашивали, осуждает ли он сторонников белого превосходства. Репортеры неоднократно спрашивали его и его советников по кампании, намерен ли он уступить, если результаты выборов окажутся не в его пользу. На дебатах во вторник Уоллес продолжил эту практику. Он попросил кандидатов пообещать принять результаты выборов. Ну и Байден быстро согласился. Он же ничего не теряет. А Трамп отказался быть краером. Он сказал, что демократы до сих пор не приняли итоги выборов 2016 года. И они пытались отстранить его от власти с помощью живых обвинений в сговоре с Россией, которые Клинтон придумывал, сотрудничая с Россией. И он также указал на лёгкость, с которой голосование по почте, может быть, и, возможно, уже фальсифицируется демократами. Одним словом, что я могу сказать? Невозможно знать, как пройдут выборы и когда, если вообще когда-либо станут известны их настоящие результаты. Но ясно одно, если вы хотите понять, кто такие демократы, какую гадость они намерены учинить, всё, что вам нужно, это просто послушать то, в чём они обвиняют Трампа и его коллег. Огромное спасибо, Александр, за такой детальный, очень интересный анализ происходящего. Но мы сейчас быстренько уйдём на рекламную паузу, а потом вернёмся и обязательно продолжим наше интересное сообщение или общение. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Александра Непомнящего «Открытый диалог». Номер телефона в студии 847-400-5200. Александр, у нас есть звонки, предлагаю принять. Давай. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Николай. Действительно, тем партии последних лет со временом Обамы постепенно-постепенно отходят от поддержки Израиля. И вами упомянутая Александра Авария-Кортес, она является конгресс-вуменом от нашего штата Нью-Йорк, разослала недавно всем законодателям нашего города и нашего штата Аппликейшн о том, что они должны обязуются в течение этих предстоящих двух-трех лет отказаться от поддержки Израиля, иначе на следующих выборах Анна Демпартия, и она представляет эту партию, не будут поддерживать ее ни материально, ни морально. Вот такие условия они сейчас ставят. Я не думаю, что это только она одна делает, это только на уровне нашего штата, а что делает в других штатах, я думаю, что это то же самое. Вот, а у меня такой вопрос в связи с вашим вот этим израильским газовым сорождением Тамали, Леофан, вот, уже полгода где-то длится конфликт между Грецией и Турцией, не отразится ли поставка израильского газа на территорию Европы, потому что этот газопровод, я так знаю, проходит через территорию Кипра и Греции. Спасибо. Да, это действительно очень важный, большой, серьезный вопрос. Ситуация следующая. Натаньял был тем человеком, который пробил добычу газа, и действительно Израиль стал добывать газ, и уже продает его на экспорт нашим ближайшим соседям Египту и Иордании. Теперь вопрос главный о том, сможем ли мы создать трубопровод, проложить его до Европы, через Кипр, Грецию, как вы сказали, дальше в Италию и дальше в Европу. И этот план существует. Собственно, Израиль стал инициатором создания консорнциумов, которые вошли сначала Греции и Кипра, а теперь еще подсоединилось достаточное количество разных других стран. И Турции все это очень не нравится, потому что ее как бы оставили в стороне. И мы говорили о том, что сначала они заключили союз с Ливией, ну с одним из правительств воюющих в Ливии, и разделили Восточно-Средиземное море между Турцией и Ливией. Замечательно просто, наплевав на Израиль, на Грецию, на Египет и так далее. После чего в ответ Греция и Египет, которые входят в этот союз с Израилем сейчас, заключили свой союз, как бы разграничили в Восточно-Средиземное море как бы сами для себя, таким образом, чтобы Турции и Ливии ничего не досталось. И все это происходит на фоне эскалации, которую проводит Эрдоган. Он ведет ее на всех фронтах, мы знаем, и на Кавказе, и в Ливии, и в Восточном Средиземном море, и, так сказать, наузкивает Хамас, и пытается сделать еще много всего. И действительно, попытки Турции сейчас создать нестабильность в Восточном Средиземном море могут быть проблемой прокладки этого трубопровода. Другое дело, что сейчас, я так понимаю, вписывается в эту историю Франция тоже, и было достаточно того, что Франция подогнала свой один-единственный фактически авианосец к берегам Греции, чтобы греть, чтобы турки сразу немножко дали назад и перестали наезжать так откровенно на греков. Поэтому, видимо, все-таки, несмотря на то, что Турция достаточно сильное и серьезное государство, турки понимают, что вмешиваться, так сказать, одно дело воевать с Грецией и Кипром, другое дело воевать с Союзом Франции, Израиля, еще нескольких государств. Так что, я думаю, что в итоге не сумеют помешать, но будут пытаться, безусловно. Спасибо, Александр. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, это Анна из Нью-Йорка. Я хотела задать вопрос по поводу вот этого теста Трампа на COVID, который оказался позитив. Что нам теперь ждать? Вообще, как могут развиваться дальше события? Если можно. Спасибо, Анна. Вопрос, конечно, тоже очень непростой. Насколько я понимаю, пока что у Трампа обнаружен действительно положительный тест, но никаких серьезных симптомов нет. То есть, болезнь есть, она протекает мягко. Судя по всему, не будет дебатов. По крайней мере, если будут, только уже через три недели, прямо под самые занавесные, буквально накануне выборов. Будут еще дебаты с Байденом. Вероятно, сейчас центр тяжести предвыборной кампании упадет на Пенса. И, конечно же, последствия сейчас предсказать очень сложно. Как это повлияет на ситуацию, как это повлияет на избирателей, кто выразит симпатию, кто наоборот подумает, что все пропало. Как будут, как распределяться колеблющиеся голоса сказать сложно. Конечно, это мешает Трампу, потому что Трамп это же машина, это бульдозер, он мечется по стране, он выступает, он поднимает публику, сейчас это все делать он не сможет. С другой стороны, может быть, он отдохнет, идет в себя, как-то его будет заменять Пенс, Пенс тоже человек, который умеет выступать, умеет зажигать публику. Это, конечно, не так, как Трамп. И, может быть, смена такая вот повестки дня предвыборной, она пойдет даже на пользу компании Трампа. Но будем держать кулаки, то, что называется, и молиться за здоровье Трампа и Милани, и желать им победы. Дай Бог, дай Бог. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Ну, во-первых, гуд шаббас, и, естественно, гуд йомтов, потому что большой праздник очень начинается сегодня вечером. Теперь я хотела бы вот что спросить. Значит, нам, я задавала как-то вопрос другому человеку по поводу того, как вот этот коронавирус, какую имеет тенденцию в арабских странах, в странах соседних с вами, и такой же ли серьезный результат, как сейчас в Израиле. Было, значит, сказано, что нет, в этих странах как бы все намного спокойнее, не такие серьезные симптомы как бы вот того, что происходит, не столько смертей и так далее. В связи с тем, что, в общем-то, есть всегда рациональное какое-то объяснение, которое может быть сейчас не на поверхности, но, в принципе, все-таки что-то существует, не бывает, чтобы это само собой. И я когда-то, значит, читала статью очередную, действительно, вирусолога, что вот этот вот коронавирус, коронавирус, он имеет такую способность, вот они обнаружили, что он может, как бы, в каком-то месте его можно, как бы, выпустить, и он распространяется. То есть, что вы можете сказать по этому поводу? Ну, я сразу скажу, что я не вирусолог, но, когда вы говорите, что в арабских странах рядом с нами ковиде не ощущается, это просто неправда, неточная информация. Дело в том, что в таких странах, как арабские страны, или Россия, или страны Африки, статистика заболеваний, она, мягко скажем, не точная. То есть, когда Израиль сообщает о том, сколько у нас заболело, сколько у нас проверок сделано, сколько у нас тяжело больных и так далее, это данные реальные, посчитанные с точностью до человека. Когда об этом сообщает, например, Ирак или Сирия, которые, собственно, как государство уже не функционируют, или это происходит в Либане, то мы, как бы, они кого-то проверили, кого-то не проверили. Кто-то болеет, кто-то просто тихо умер, и его закопали. Мы знаем, что в Иране, например, эта болезнь свирепствовала первую, вот, как бы, несколько месяцев подряд, и продолжает свирепствовать сейчас. И там речь идет о огромных количествах людей, которые погибли. У нас эти самые соседи наши, они настолько испугались ковиде, на что многие боевые действия прекратились. Сейчас немножко они отправились, снова начинают мутузить друг друга, но, в принципе, это на них произвело совершенно ужасное впечатление. И, опять же, когда это ударно сильную экономику, доработающий механизм, то мы видим сразу изменения. Когда эпидемия приходит в страну, которая уже разрушена, в которой и так ничего не работает, в которой и так люди умирают постоянно, то эта добавка разрушения, она, как бы, не так заметна. Поэтому я не знаю, что... То есть я действительно думаю, что вирус китайский был запущен не без помощи китайских властей, которые решили, таким образом, поменять порядок в мире. Я думаю, что это действительно и правильно так думать. что происходит у наших соседей? У наших соседей все еще хуже, чем в Израиле. Просто у них нету даже статистики, чтобы сообщить. Вот так. Спасибо, Александр. Следующий звонок. Человек не дождался. Перезвоните, пожалуйста. Ну что ж, давайте пока нет звонков. Давайте, может быть, обсудим ситуацию. Действительно, вот то, что сегодня происходит с Турцией, то, что Турция вытворяет в принципе во всем мире и особенно в районе Северного Кавказа, тоже не очень понятно. Может быть, вы как-то это дело разложите по полочкам. Я попробую, постараюсь, но я сразу скажу, что нам, как израильтянам, очень хорошо известно, как это ужасно обижает и раздражает, когда ничего не понимающие в наших делах чужаки со стороны принимаются нам давать оценки и советы, по поводу того, как нам разрешить проблемы с арабскими соседями. И поэтому, когда меня спрашивают сейчас о моём отношении к конфликту вокруг Нагорного Карабаха, к конфликту на Кавказе, я сразу говорю, я об этом говорить не готов, потому что меньше всего мне хочется, когда люди, которые не знают, что происходит у нас в Израиле, начали бы мне говорить о том, как нам решать проблемы с арабами, я не хочу быть на месте вот таких вот чужих людей, лезущих в чужую боль, или в чужую проблему. Более того, я убеждён, что даже любые заявления израильтян с позицией за или против одной из сторон ничего кроме вреда нашей стране, Израилю, не принесут. И те, кто такие заявления сейчас делают, а были такие и блогеры, и политические деятели израильские, которые с разных трибун несли вот раз какие-то свои мысли на эту тему, они наносят непосредственный серьёзный ущерб интересам нашей страны, которые совершенно не резон вмешиваться в чужие проблемы, в чужую боль. Но вот о том, что касается нас израильтян, я бы хотел сказать истинно. Во-первых, про то, что, как вы совершенно верно заметили, режим Эрдогана наш непосредственный враг, ничуть не меньше, чем режим тегеранских аэтов. И точно так же, как фанатичные иранские фундаменталисты, он опасен для всех стран региона нашего, в том числе и для тех, кто считает его своим союзником. Эрдогану ведь очень выгодно сейчас вовлечь Кавказ в затяжную кровопролитную войну, которая будет затягивать Баку во всю большую зависимость от Анкары. Грязящий себя новым османским султаном Эрдоган, я думаю, очень действительно надеется на то, что нынешняя война на Кавказе укрепит его влияние в этом регионе. Или же напротив, он создаст там проблемную ситуацию, а потом поменяет свои позиции на Кавказе на преференции в других местах, в Сирии, в Ливии, в Восточном Средиземноморье, и вот опять же мы только что говорили об этом, или даже в Иудеи Самарии Газе, где он сейчас пытается захватить шефство над ромальской бандой об Умазе. Потому что, исходя из опыта последних лет, очень трудно усомниться в том, что турецкий диктатор Эрдоган легко продаст интересы своих союзников, в частности, на Кавказе, за выгоды для себя, как только ему предложат замен что-то существенное. То есть, как только Эрдогану что-то такое предложит, он кинет своих новых друзей на Кавказе за милу душу. Очень легко. Это могут быть даже просто финансовые вливания в турецкую экономику, в виде евро и долларов, потому что экономика турецкая сейчас очень крепко просела. И там необходимы огромные вливания для стремительно дешевеющей лиры и для кредитного рейтинга, который обвалился чуть ли не до мусорного уровня. Это Турция, которая еще 10 лет назад казалась страной, как восходящего, такой тигр восточно-азиатский, который покажет всем мощь своей экономики, а сейчас у них кредитный рейтинг мусорного уровня. Люди вытащили, люди, фонды вытащили деньги из Турции, потому что говорят, он же сумасшедший, этот Эрдоган. Он тут просто все разнесет, надо спасать свои копеечки, свои деньги, не копеи, миллиарды. И поэтому, конечно, если кто-то Эрдогану сейчас что-то предложит, он может легко эту войну, которую он раздул на Кавказе, прекратить. А вот расплачиваться за его кавказские авантюры, в итоге придется тем, кого он на них подбил. Тут надо сказать, что, конечно, есть некоторая аналогия с ситуацией, как было у Израиля. Израиль действительно на заре своей независимости очень удачно воспользовался политической помощью, в кавычках, СССР. Собственно, Сталин был тем человеком, который дал приказ Советскому блоку поддержать решение о разделе Балестины, а потом не мешал Чехословакии продавать Израилю оружие, когда Израиль был в ситуации эмбарго. Ни одна страна мира не продавала Израилю оружие, а кораблем оружие текло рекой. И первые полгода после образования независимости государства Израиль, собственно, это было критическое время, когда Израиль один на один противостоял пяти государствам, которые бросили на него свои армии. И помощь Чехословакии, то, что Чехословакия согласилась продать остатки немецкого оружия, по сути дела, Израиль покупал мессершмитты вместе с крестами немецкими. Так он их привозил сюда. Они вступали в бой с египтянами, даже не успев стереть эти кресты. Но это все было сделано как бы с подачи, без помех, которые могли бы делать советские власти. Сталин не мешал. До чего не мешал, до другой вопрос. Он хотел напакостить Великобританию с одной стороны, во-вторых, он думал, может быть, сумеет создать социалистическую республику в Палестине. В итоге мы знаем, что Бангульон очень элегантно увильнул от него. Он выскользнул из этих удушающих объятий товарища Сталина, и этого нам сухорукий тиран не простил никогда. Но для того, чтобы в небольшой стране вовремя улизнуть из-под Германии доброго и могущественного соседа, требуется очень высокое политическое искусство. Я сказал бы так мягко, не всем оно по плечу. Поэтому, когда есть сегодня страны, которые думают, что Турция их друг, я бы очень посоветовал не обольщаться. Теперь, что касается наших эзеральских отношений с Азербайджаном. У нас партнерские отношения с Азербайджаном, и это наш стратегический интерес. Дело тут отнюдь не в доходах от продажи беспилотной техники, брожирующих боеприпасов, как это называется. И даже не в том, откуда эзераль получает сегодня, нет, беспрепятственно, причем получает, а в том, каким маршрутом, например, к нам прибыл позаимствованный в Иране архив ядерной программы. Когда израильтяне украли в Иране секретный архив ядерной программы этой страны, он приехал к нам через Азербайджан. И в свое время Барак Обама слил информацию о том, что израильтяне готовили бомбовый удар по иранским ядерным объектам с территории Азербайджана. И это далеко не единственный, даже не самый важный подобный случай. Иными словами, у израильтян дружба с Азербайджаном это вопрос сущности, вопрос экзистенциальный. Это важно нам для выживания, потому что только так мы можем эффективно противостоять Ирану, мощному и страшному врагу, который легко уничтожит Израиль, если только посчитать, что это ему сойдет с рук. И поэтому израильтянам совершенно не следует рефлексировать по поводу продажи Израиля без приводников и прочей военной техники и электроники Азербайджана. Потому что, окей, действительно, продавать оружие есть в этом проблема. Продавать оружие, когда идет война, тоже есть в этом проблема. Но если бы Израиль сейчас проявил бы себя таким джентльменом и сказал бы, я не буду продавать оружие стране, которая ведет войну. Очень красивое заявление было бы, но в следующий момент, когда бы нам понадобилось что-то сделать с нашим соседом Ираном, Азербайджан мог тоже так себя повезти. Поэтому нужно понимать вот эту самую ситуацию. И в конце концов, Армении, ведь тоже никто не мешал бы приобрести у нас аналогичную технику. Тем не менее, на протяжении трех десятилетий, прошедших с момента распада СССР, Армения не особенно форсировала экономические связи с Израилем. В прошлом году товарооборот между Израилем и Арменией составил лишь 60 миллионов долларов. Это почти в сто раз меньше, чем 5-миллиардный товарооборот между Израилем и Азербайджаном. В чем причина столь разительного контраста? Ну, тут одни говорят о, скажем так, большом количестве свидетельств о том, что армянское общество в общем как бы заражено антисемитизмом. Неслучайно в 2018 году исследование известного американского так называемого Pure Research Center обнаружило, что 32% армян, треть армян не принимают евреев в качестве своих сограждан. А позже Антиинформационная лига тоже проводила свое исследование Global Store и выяснило, что большинство армян считает разные антисемитские стереотипы веронятно правдивыми. Другие считают, например, что сдержанность в отношениях между Арменией и Израилем связана с нежеланием Ильвана ссориться со своим южным соседом Ираном. И третьи убеждены, что все дело в обиде Армении на Израиль, который до сих пор официально не признал трагедию армянского геноцида. Все это может быть действительно так, но в любом случае мир — это ведь не институт благородных девиц. И манера, которая присуща ученицам в таких институтах, это плохой инструмент для выживания в ближневосточных джунглях и вообще в других регионах планеты, любых. Поэтому ставить условия может позволить себе лишь что-то усилён, других вариантов в мире не существует. На днях Армения отозвала своего посла из Израиля. При этом всё это понятно в контексте того, что Израиль продаёт оружие Азербайджану. При этом Азербайджан покупает оружие не только у Израиля. Он покупает его и у Белоруссии, и у России. Но из Белоруссии, России, Армения, насколько я знаю, послание отозвала. Нам и во всей этой истории, нам и израильтянам, стоит твёрдо помнить только вот что. Мы ничего никому не должны, кроме своих национальных интересов. И все народы и страны мира это знают и помнят как дважды два. Кто не помнил, тот уже не знает. И поскольку мы живём в отнюдь не самом спокойном регионе, но при этом ещё очень падки до всяких рефлексий, нам стыдно, нам больно, мы за чужих переживаем, нам забывать о том, что мы никому ничего не должны, кроме как своим национальным интересам, очень-очень не стоит. Потому что независимость требует непрерывной готовности отстаивать её всё время и всеми возможными средствами. и вот эта нынешняя война, которая происходит сейчас между нашими почти соседями, тому очередное и очень грозное напоминает. Чисто по-человечески я, конечно, хочу сказать, что я очень желаю, чтобы оба народа, воюющих сейчас на Кавказе, они нашли для себя такое решение, которое их устроит и которое прекратит бойню, потому что невозможно радоваться, видя, как погибают там люди, но снова вмешиваться в эту войну и учить ту или другую сторону, кто из них прав, кто виноват, на мой взгляд, это не дело чужаков со стороны. Да, я с вами полностью согласен, конечно, очень печальная ситуация, но при всём при этом подписываюсь под каждым вашим словом по поводу Турции, потому что мы помним прекрасно, как они абсолютно и безапелляционно сбили тот же российский самолёт, когда им это понадобило, и никаких извинений, никаких сожалений по этому поводу не выявили, а сейчас вроде бы опять лучшие друзья, так что иметь дело с Турцией, это, как говорят, в себе дороже. В себе дороже, безусловно, и я думаю, что если из этой истории на Кавказе выйдет ослабленная Турция, то это будет лучшим исходом вот этих событий печальных, трагических, которые сейчас там происходят. Именно. Итак, уважаемый Александр, я от имени наших радиослушателей, от имени нашей студии, Серёжи, Юли, хочу вас поздравить с наступающим, или уже с наступившим праздником Суккот, с наступающим праздником Семха Тара, дай Бог, чтобы у вас всё было хорошо, чтобы все были здоровы, и будем надеяться на то, что скоро вся эта проблема с этим ковидом, по крайней мере, если не уйдёт полностью, то ослабит свои клещи, и людям станет жить свободнее. Спасибо вам огромное. Большое, Анатолий. Будьте здоровы.